По данным на 12 июня, на Кубани с начала года от укусов клещей пострадали почти 3000 человек. Больше трети из них – это дети до 14 лет. Несмотря на то, что в нашем крае клещи не переносят энцефалит, существуют другие опасности, о которых не стоит забывать. Подробности в следующем нашем сюжете. В летние дни многие белореченцы предпочитают проводить выходные и праздники на природе. Но не все знают, что лес и территория вокруг водоемов – зона повышенной опасности. Заметить крошечного клеща на теле человека, на траве или на одежде очень сложно. Но достаточно соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать серьезных последствий. Одежда должна быть светлой, однотонной, максимально прикрывать все части тела. Брюки стоит заправлять, ботинки или носки. На открытые участки тела надо нанести репелленты. Также на природе нужно почаще осматривать друг друга. В Краснодарском крае клещи являются переносчиками болезни лайма или боррелиоза. С начала года было зарегистрировано три случая. Все за пределами Белореченского района. Тем не менее, медики настоятельно рекомендуют не извлекать клеща самостоятельно, а обратиться в ближайшее медучреждение. Врачом-травматологом будет произведен осмотр и удаление данного клеща. В случае определенных причин жизнеспособности клеща, целостности клеща, он будет в дальнейшем направлен в Краснодар на исследование. После удаления клеща любому пациенту необходимо обратиться в кабинет инфекциониста, где при необходимости будет произведено обследование на вирусный боррелиоз. Не менее опасны клещи и для домашних животных. Самое распространенное заболевание, которым их заражают клещи – пироблазмоз. Обратиться к ветеринарному врачу необходимо при первых признаках болезни. Животные отказываются кушать тогда. Температура тела поднимается высокая, бывает иногда рвота, моча темного цвета становится. Но не допустить заболевания гораздо проще, чем его лечить. Чтобы избежать заражения опасными болезнями инфекционными, нужно животных обрабатывать, шампунчиками купать, капельками обрабатывать. Сейчас появились уже таблеточки общие от всех паразитов. Много-много всяких разных препаратов. Период активности клещей заканчивается, когда температура падает ниже плюс 5 градусов. А значит, впереди еще 4 месяца, в течение которых необходимо проявлять особую бдительность. И тогда общение с природой будет приносить только положительные эмоции. Вера Савельева, Сергей Чернецов, Илья Никитенко. События и люди.